всем привет с вами ирина и сегодня у нас будет такое вот краткое информационное видео ко мне пришли некоторые идеи из которой хочу с вами поделиться вот сподвигло меня это видео снять мои наблюдения также ваши вопросы и комментарии и сегодня у нас тема как вы поняли уже с названия видео это янтарная кислота в таблетках значит все чаще и чаще на ю тубе я вижу ролики о применении янтарной кислоты в таблетках именно в таблетках по уходу за растениями и по уходу за орхидеями мне очень стало интересно что же входит в состав этой таблетки стоит ей пользоваться не стоит потому что у некоторых людей нет возможности допустим да купить янтарную кислоту в чистом виде мы говорили в прошлом видео моем о янтарной кислоте в чистом виде и я показывала как она выглядит о самом составе да я вам говорила значит начала я интересоваться детально в эту тему углубляться и значит состав янтарной кислоты в таблетке первое это крахмал картофельный самый обычный крахмал дальше это у нас кальциостеорат это следующий следующий компонент это у нас сахар обычный и потом у нас идет тальк и на последнем месте у нас сама янтарная кислота и и там всего лишь навсего 100 миллиграмм 100 миллиграмм думаетесь и теперь переводим этих 100 миллиграмм в граммы то есть мы поймем сколько это грамм это получается это крупинки это очень-очень мало это считанные крупинки и с этого момента напрашивается как бы вопрос за что мы платим деньги за наполнители это получается наполнители добавки которые да в этой таблеточке у нас а янтарной кислоты по сути там вы поняли крупинки вот и давайте разберем каждый компонент как он действует на наше растение нужно оно ему или нет ну картофельный крахмал куда не шло да потому что ну если он попадает в горшочек он у нас натуральный в конечном итоге он у нас что делает да разлагается там распадается и все такое по крахмалу понятно значит что такое кальций остеорат кальций остеорат это у нас как бы комплекс стеориновой кислоты кальциевой соли и синтетических жирных кислот это у нас получается кальций остеорат он сам по себе да вот этот вот компонент он в воде холодной он не растворяется но когда водичка у нас начинает быть немножко теплый все идет процесс он у нас растворяется и что делает нашим растением усваивается или же если это холодная вода он просто не растворяется и вот это вот кристаллическое вещество оно как бы оседает в горшочке оно оседает в коре оно оседает на корнях и ну как бы растению это совершенно не нужно этот компонент следующий компонент у нас сахар ну по сахару тоже тут все понятно сахар у нас такой компонент который даже может сыграть как подкормка потому что есть у нас подкормки сахар вот это понятно сахар нам не повредит значит следующий у нас компонент это тальк тальк он значит выступает как пищевой эмульгатор это да нашу таблеточку он как бы делает такой красивой и глянцевой и привлекательной также так широко используется в кондитерском деле тоже для глянцевания изделий также всем известно фармацевтической области как-то используется как присыпка детская и логически подумать да если мы еще туда там что-то горшочек это все насыпем на растолченную эту таблеточку нашу туда польем мы не видим она там где-то все осела все бы ничего все бы хорошо там следующий раз промылась осела и посела на корея на корнях либо промылась следующим поливом ушло но когда мы начинаем этим раствором нашей нашей таблеточкой которые мы сделали в порошочек растворили все начинаем опрыскивать орхидеи что мы получаем мы можем получить совершенно обратный эффект то есть не пользу а наоборот тайк у нас забьет поры это однозначно нашим растениям рано или поздно это приключится и все остальные компоненты мне кажется они лишние для растения это сто процентов и вот эти вот крупицы янтарной кислоты сколько туда надо положить этих таблеток чтобы достичь какого-то результата это я не знаю если я ложу до действующего вещества в чистом виде я ложу положить и грамм и два или вообще сыпануть на глаз да и регулировать смотрю по растению нужно или не нужно ну с таблетками если мы положим туда три таблетки растолчем да на литр воды как некоторые делают и опрыскаем наше растение это будет знаете такое глянцево кальциево сахарная орхидейка я уже даже не знаю как это назвать тоже какое-то будет кондитерское чудо они не какая-то польза ну согласитесь поэтому прежде чем использовать какие-то да препараты человеческие которые предназначены именно для человека мы покупаем в аптеках для человека нужно задуматься мне кажется и прочитать состав вот состав и вникнуть какой состав сколько действующие вещества и ну я думаю каждому станет все ясно и я надеюсь вам это видео было полезно и информативно я думаю каждый сам для себя решит использовать янтарную кислоту в таблетках или не использовать то есть это ваше личное право и ну как бы я остаюсь при своей о своем мнении каждый из вас тоже как бы там будет для себя решать вот и если уже нету такого выхода да там купить янтарной кислоты нигде нету ну я не знаю но может стоит зайти на интернет и посмотреть какие-то специальные интернет магазины или все равно янтарную кислоту можно мне кажется найти ее широко используют для фермы используют птицы фермы для подкормки птицам вот и какие-то питомники может быть закупая для растений как и стимулятор роста ну и какие-то цветочные большие магазины интернет-магазины даже если у вас городе нельзя ее найти я имею ввиду там я ищу у себя у меня маленький город я живу в маленьком городе это у нас ее найти очень-очень легко она продается в любом цветочном магазине вот так что без проблем я надеюсь вам это видео было интересно и полезно с вами была ирина всем подписывайтесь на канал ставьте лайки и задавайте ваши вопросы буду рад ответить всем пока пока